Всем привет дорогие друзья, с вами Фай, уже закончился компендиум 2023 и колтуаром осень 2023 также подходит к концу. А это значит, что во-первых, совсем скоро мы увидим отвалов новый контент, а во-вторых, в мастерской накопилось немало хороших работ, давайте по традиции на них посмотрим. В ближайшее время также появится еще больше наборов, ибо обычный пик сетов приходится на последние дни. Так что если вы хотите, чтобы я отобрал для вас еще часть сетов, то давайте наберем 2к лайков. Не забывайте писать комментарии, какие сетов вам понравились больше или какие я упустил из этой самой мастерской. А также на телеграмм можете подписаться, там также периодически я выкладываю некоторые сеты, не будем затягивать и приступим. Первый сетик на нагу под названием Крайс оф Ламент, или же Крики Скорби. Кто бывал на стримах, где я оценивал профиль, помнит, что я говорил, что на нагу очень мало хороших наборов, и миксовать особо не с чем. Этот сет как раз таки может исправить ситуацию, и в этом наборе хорошо абсолютно все. Необычная цветовая гамма для данного героя. Также вместо двух привычных мечей на слот оружия идет Резубец и щит во вторую руку, а на самом щите стандартная моделька наги. Также невероятно красивый слот головы, а в частности волосы. И если с Мортал головой может быть смотреться будет не очень, то вот с Мортал хвостом будет интересно. Единственное, что смущает, это цвет рук наги, но думаю это не так критично. Далее сет на друида, Лон Бигфут. Ситуация схожая с нагой, на герою очень мало достойных сетов, а этот сет выглядит довольно таки хорошо. По сути Лон Друид представляет из себя Бигфута, особенно в форме медведя. Хотя саму по себе форму я бы назвал самой неудачной частью этого набора, ибо тут все заключается в базовом друиде. Также интересна цветовая гамма, все элементы хорошо детализированы и присутствует вайп зимнего настроения, самое то для какого-нибудь зимнего сундука. Медведь Самон также неплохо выглядит, правда нету изображения медведя при виде сверху. Если выделять отдельный слот, то это явно плечи и голова, но к сожалению под имеющиеся имморталки набор особо не подходит. Комплект на Свена Endless Rage представляет из себя что-то типа призрака Свена в разбитых доспехах. Основным слотом тут наверное выступит слот тела с прокнутым насквозь Свеном. Меч тоже неплох, но как мне кажется есть и получше, хотя тут все будет зависеть от количества визуальных эффектов, которые Вал добавит на этот сет. Если они конечно же его выберут. В ульте смотрится так же хорошо за счет большого количества открытых элементов тела Свена по типу руки. И может быть новые сетики на Дайр Тайд мы не увидели, но все не так плохо, ведь у тестиков стартовал собственный хэллоуинский ивент, где завезли целую линейку новых тематических сокровищниц. В них вы сможете выбить даже и мартал сеты с прошлых год Дайр Тайда, например на снайпера или джаггера, да и кучу других интересных шмоток. Не хотите рисковать? Да, для вас есть бесплатные трэшики. Чем выше уровень, тем их больше. А также там завершился розыгрыш 25 аркан. Зайдите и чекните, вдруг именно вы стали победителем. И не забывайте про мой промокод на 15% бонус к пополнению и бесплатную сокровищницу. Вся гана там, в описании. Сетик на волчью личность СМ. И тут тоже спорная ситуация. Во-первых, сет безусловно качественный. Помимо этого, также сет на личность антимага, который был добавлен в игру, также был создан автором этого сета. Также до пониматься ледяных кинжалов вокруг личности. Ну и самый главный слот, это маленькая СМ на спине. Но лично мне не особо нравится слот головы. Да и бегать с микро-СМ-кой вроде прикольно, но как-то не серьезно. В любом случае, СМБ Валф накинул сюда визуальных эффектов и сет будет выглядеть чуть поинтереснее. Или может быть мы просто в целом в мастерской в будущем увидим еще более качественные работы на эту личность и про это придется забыть. Набор на Акса Мисс Офф Фирлес Хантер. Тут уже цветовая гамма почти стандартная, но сам по себе сет невероятно качественный. Плюс есть альтернативный вариант Акса в синем исполнении, как раз таки опять же под какой-нибудь зимний ивент. Акса предстает в виде демонического существа. В том числе подкупает то, что он не перегружен и по сути Акс хорошо узнаваемый. Нет лишних элементов, а основным флатом я бы назвал топор. Но самое тут крутое это то, что сет в первом стиле отлично подойдет под имморталки, особенно под иммортальный плащ. Ну и также интересная реализация тела. В первом стиле это пепельный цвет плюс засрявший насквозь камень. Комплект Навивера от создателей прошлого сета Накса. Навивере, к слову, за все время выхода коллектора кэши был только один комплект. Да и то не особо качественный, а скорее выглядящий очень странно. Вот этот сет может исправить ситуацию, тем более если на него накинуты визуальных эффектов. Сам же вивер напоминает мне чужого, особенно головой. Что кстати неудивительно, ведь называется набор Alien Invasion, то есть вторжение чужих. Основным слотом тут как раз выступит голова, ну и антенны. Лично от себя бы добавил, что возможно было бы интересно посмотреть на этот сет в другой цветовой гамме. Следующий набор на пуджа Капитан Октопус, ну а скорее даже на личность пуджа. Представляет из себя плюшевого мини кракена. И если сравнивать с другими сетами на плюшевого пуджа в мастерской, то этот бы я бы выделил как один из лучших. Приятные пастельные цвета, интересная задумка. Особенно мне нравится слот доп оружия в виде полупрозрачной бутылки с кораблем и своим окружением. Как в целом какой-то отдельный не знаю мир в этой бутылке. На хук идет акула, которая как бы кусает противника, что как по мне так же круто. Ну и по сути просто посмотрите на его лицо, это же действительно мега милый сет. На блатсикером. Взял героя в подборку, так как на него редко делают хорошие сеты. Да и вообще сеты. Если честно, не назвал бы этот сет прям мега хорошим, но как никак что-то в нем есть. К минимуму он будет неплохо сочетаться с комплектами из прошлых корректор кэшей. В остальном же одна из самых детализированных голов на этого героя, особенно выделяются волосы. Ну а при виде сверху сет смотрится еще интереснее. Не хватает только визуальных эффектов, но опять же это поправимо. Сет на марсе. Да, также возможно не лучший сет на данном героя, но в подборку я его взял только за счет слота головы. Во-первых это волчушки, белая прическа, ну и конечно же глаза с вертикальным зрачком. В остальном же сет очевидно вдохновленный красной шапочкой. И возможно марсе даже чем-то похоже на цири из ведьмака. Из неинтересного дак это рофельный слот спины с хлебом и молоком. Но думаю его спокойно можно будет заменить частями из каких-нибудь других комплектов. Комплект на бруду представляет из себя механическую бруду эпохи возрождения. Если опять же проводить параллели с масс-культурой, то мне он напомнил анимационный фильм «Каролина в стране кошмаров». Опять же у самой бруды брюшко в виде бобины с красными нитками, которые крепятся к ее кинжальным лапкам. И если до этого у нас был сет в виде максимально реалистичной бруды, то теперь в виде полностью роботизированной. Кстати паучки выглядят как плюшевый клубок из красной нитки с булавкой. Причем сет даже очень хорош без визуальных эффектов. Ну а на этом пожалуй и все. Под конец ноября появится еще больше крутых и интересных наборов. Так что если хотите продолжение, то вы знаете что делать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.